всем привет в эфире радио нлп я его ведущий продюсер тренер участник ну и все остальное герасимов александр сегодня у нас гостях в этой уютной чайной мастерской чайном доме вы можете даже слышать это дмитрий задерновский дима привет да добрый вечер расскажи про себя расскажи о себе мне 40 лет значит применение наверное больше будет интересно сразу если про то про что мы сегодня собрались да получается ну всякими такими странными штуками я начал заниматься не самого детства где-то с конца школы примерно это в моем случае оказались боевые искусства ну и выходит что я не занимаюсь где-то больше двадцати лет а какое направление боевых искусств на вот у меня начиналось так в основном это оружейный боевое искусство оружие не наборство там по разному можно называть у меня началось как бы вообще все так да такие вещи обыгрываются во всяких в этом фильмах значит я нашел отцовское оружие вот да он увлекался нойчаками восьмидесятые годы многие крутили занимались этим вот но такое исключительно просто для развлечения или удовольствия и начал ими заниматься начал их крутить всячески на секундочку то я думаю что все у нас мы с тобой и слушатели те кто постарше то могут это время вспомнить вообще-то интернета никакого толку не было были книги какие-то книги да это было все очень мало соответственно я достаточно быстро уперся в какие-то пределы то есть вот начало крутить мне отец показал тоже все что можно по этому поводу ноги крутили опять же конечно естественно разбил локти затылок люстру то есть полный полосу лет как папа служили по посуду нет люстру это пом каждые уважающие себя чакер обычно разбивает вот это прям как сейчас помню это крутишь кучу бах такой дождь из осколков вот и он такой был и соответственно уперся в какие пределы и решил искать учителя решил найти себе учителя собственно который мне что-нибудь еще сможет показать объяснить вот но был и фидов интернета не было была такая сеть фидов вот это совсем должны олдскулы такой помню мирка еще был чат нет если был чат то это уже получается уже был интернет ты про это вот я думаю что именно была такая сеть виду она была до интернета то есть она была на по модему люди связывались там еще были всякие такие щели березки были там всяко и соответственно люди могли информации обмениваться вот бляха конференции конференции были тематически по совершенно разным темам можно было найти прямо все то что себе угодно по душе и фактически это был прообраз форм на дороже вымерли да и превратились соцсети но если у сети на сами тоже так как бы часть из них там вымирает часть там как-то живет продолжает вот соответственно более конференции было культуру общения очень высокая модератор этом прочее писали без орфографических ошибок но вот как-то прямо вот вообще вежливости и все такое прочее я написала в такую вот о том что вот я ищу ищу человека который мог бы мне что-то показать интересное по этому поводу вот в основном меня там все как-то дружелюбно послали один человек нашелся накликнулся сказал что приезжай покажу вот собственно ты нас этого человека знаешь вот если вряд ли у нас будет слушать если слушать пусть кости привет значит кости пухов это был понял вот петербург да ну я не знаю как насчет петербурга по моему по последним данным все-таки он туда-сюда или как минимум в москве способен проживать вот и я до него доехал я до него доехал и он стал меня тренировать уделять нереальное внимание на тот момент он преподавал традиционной японской школы такая достаточно известная это чтобы преподавание народное достояние японии как как который с интерьер значит и с мячом работа и 600 лет а я занимался нюнчаками нюнчаки были интересные я по нюнчакам и спрашивал собственно вот и он занимался тем чем он занимался периодически во время тренировки там в уголке мне место какое-то занимал мне внимание уделяло я так потихонечку потихонечку на пару лет на не так ездил вот кости опять же чек-то увлекающийся многосторонние и было есть наверняка разным вот и и он так вот наверное все-таки роль получается сыграл такую значимую в моей жизни некоторых такого проводника в некотором роде вот собственно я у него начал заниматься заниматься а дальше так получается что практически любые боевые искусства если они восточные то они очень быстро начинают сталкиваться с таким понятием как бы уже местами заезженным как путь вот то есть эта вся тема она ну во всех фильмах книжка там обыгрывается я думаю так или иначе люди про все это тоже там слышали читали смотрели и и в основном да такая ярко выраженная восточную история вот и соответственно ну а опять же да больше константин и больше там к японцам к тем же тяготел соответственно когда начинаешь всем этим заниматься это начнешь это погружаться больше становится внутренних каких-то таких нюансов которые начинают простраиваться внутренняя работа так называемый начинает проявляться то есть не просто про то как махать там двигаться да это ощущение центре тяжести там дыхание контроль соответственно своего состояния перемещений движений ну то есть как бы начинает вот у нас все некоторые такая осознанность проявляться вот и вот неотъемлемая часть по большому счету вообще боевых искусств в частности наверно восточных вот и соответственно через него вот это все у меня начало происходить опять же но потом я уже совсем других местах я начал заниматься коротким оружием клинковому то есть это нож но и в общем опять же то есть закончилось тем что я стал инструктором вот преподаю это дело тоже сейчас и по короткому по длинному оружию на тот момент значит опять же через костью да через кость в какой-то момент я заинтересовался и но ты потому что константин кому интересно тоже люди могут погуглить он достаточно в принципе известны вот в этой области и все люди кто у нас занимается гипнотерапевт соответственно ну и все связано с этим в основном у него эриксоновский гипноз соответственно я темой тоже заинтересовался у меня получалось так что практически вот всю жизнь я то условно восточными какими-то практиками занимался то западными ну и в большей степени наверно все-таки нлп и эриксоновский гипноз мы могли бы отнести к западным практикам наверное соответственно я у кости получился эриксоновском гипнозу там был такой большой годичный курс и потом я у него спросила чем вы еще таким интересным значит заняться что он же меня собственно направил в культе к чурчурин июрию анатольевичу и киселеву роману на тот момент они преподавали вот вот собственно я там тоже практик прошел несколько раз и потом естественно почему бы нет мастерский мастерский в общем то уже пару раз и опять же по собственным до тренерского все это как то тоже дошло вот и вообще в целом так получалось что практически любые активности которыми я начинал заниматься которые мне были интересны практически во всех доходил до тренерской деятельности до инструкторства но совершенно не предполагал что я вот прямо на делаю для того чтобы преподавать или там обучать кого-то следующий уровень понимания да да то есть когда ты можешь что-то объяснить другому человеку из того что ты сам умеешь так чтобы он этому еще научился и еще и часто отвечать на такие вопросы которые сам бы себе не задал бы никогда вот то есть но это как бы это рост это развитие собственно в первую очередь вот примерно там в тех же где-то периодах религиозными практиками заинтересовался тоже естественно потому что восточный было искусство в какой-то момент если глубоко ими заниматься они достаточно тесно оказываются переплетены с религиозными системами в первую очередь чаще всего это буддизм то есть китайский японский японский японии соответственно дзен буддизм китайский там больше вариантов чай буддизма в первую очередь и тоже заинтересовался достаточно плотно и получается что своей жизни позанимался наверно практически всеми основными школами буддизма в конечном счете меня это вывело уже на то что я стал ну больше плотнее заниматься тибетским буддизмом и закончилось это опять же тема также закончился на них еще продолжится поездками в тибет 6 поездок уже было вот и соответственно последний было в девятнадцатом году потом калит то есть я надеюсь что все разложу возобновились продолжится да вот группы стал то возить соответственно к священной горе кайлас такое занимает очень знаковое место в четырех религиях сразу к вопросу религиях буддизм дронизм бон и вот этот со стороны буддизм потом был период я занимался южноамериканским шаманизмом достаточно плотно тоже тоже кстати до некоторой степени через костью там это все случилось потом уже там другие группы были ну почти лет 10 тоже на это ушло у нас была группа в москве достаточно такая собрана мы занимаясь практиковали был контакт с носителями соответственно причем с разных традиций вот именно фактически индейцы получается да то есть возили в москву некоторые из группы ездили то сами мне не довелось может быть однажды вот южная америка соответственно беру очень интересно ну реально такая прям сложная переплетениями такая как бы личность которую разными слоями упаковано ну иногда даже немного перпендикулярные направления ну типа там эриксоновский гипноз их буддизм там хотя пересечения точно есть вот у меня такой вопрос мне визуализируется такая картина из какого-то детства когда я смотрел фильм про боевые искусства чаще это ниндзя я был восхищение от ниндзя сам мечтал стать ниндзя ну что там подростку легко кстати у нас есть в москве школу ниндзя у меня как-то занималась даже девочка ниндзя ученица была занималась с ножом работала она прикольно занималась есть возможность такая еще не поздно никогда не поздно когда было не планирую детства я купил костюм ниндзя и какой-то то вот по ниндзя у меня прям закрылся очень сильно так визуально такая представляется мне такая вот выходят там два ниндзя один белый другой серый оба значит или там один белый другой черный садятся друг напротив друга в позу соответственно лотоса там или просто как сидя на коленях смотрят там или просто закрытыми глазами друг один падает другой победил понятно это некий какой-то художественный прием там или еще что-то это яд сработал которым он его отравил перед этим если может быть унизить по фильму это не было так очевидно какие истории и тут скорее такая как бы идея вопрос плавно переходя а подкаст у нас сегодня будет длинный пока мы весь чай не выпьем пьем моего тема тема кстати не была озвучена тема на цигуна собственно сама идея даже слова вот впервые прозвучало такое да идея как раз вот этих внутренних энергий да я могу сразу сказать чтобы мы писали перед этим подкаст с андреем владимировичем шраем ты услышал да мы знакомы собственно да и мы лично знакомы все и его тема дяди тюань ну мы с ним точно еще что-нибудь похожее запишем но тут скорее вот идея что такое цигун твоими словами давай так общее такое мнение и как ты понимаешь понимаешь да да я могу как бы сказать про нлп из википедии про нлп как я понимаю это будут разные нлп ну вот что такое цигун в определении классическом и цигун лично для тебя глядя на вот это все да со своего да сейчас свои башни свои башни рассказать тут опять насчет переплетений вот этих всех тут чтобы как бы предыдущую часть мягко закончить как раз подвести что вот пока я вот этим всем на свете занимался цигун все время где-то рядом фигурировал все время ну потому что когда погружаешься в исторические всякие практики все время ну в какой-то момент кто-то рядом занимается книжки естественно там фильмы то есть цигун 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 как бы есть но немножко поинтересовавшись там книжки посмотрев я понял одно быстро что по книжкам не научишься и в умных книжках так сразу и писали говорили что это ребята для тех кто же занимается напоминалки вспомогательный вот то есть нужен человек нужно учитель а конкретного человека как-то мне не находилось так вот собственно опять же моим первым учителем по цигун стал гинсбург махил романович который в первую очередь был известен очень сильно не только в россии за пределами россии тоже как гипнотерапевта очень серьезного такого мирового уровня опять же собственно говоря у кости пухов в первую очередь учился начинал как минимум у михао романовича очень всегда ним положительно отзывался и в общем-то даже программу него было очень сильно похожи которую он делал вот и как бы так оказалось я как не сразу это тоже понял что михао романович кроме того что он преподавал гипноз он еще оказался инструктором цигун и я недолго думаю решил что у тебя нашел точнее как нет какое-то время думаю вначале направил по супругу в качестве тестирования до запустил в пещеру ну не совсем но да но мы вместе всем этим занимались тоже как бы по жизни тоже фактически примерно те же все время активность вот и она чуть чуть раньше начала заниматься и потом я пошел и все свои первые начальные такие ступени до того как я начал заниматься уже непосредственно вот у китайского мастера руководителя школы нашей соответственно я проходил у фил романович надо понимать что это тоже немножечко наверное наложил отпечаток в том если на меня и на его манеру преподавания потому что в первую очередь он наверняка я считал себя гипнотерапевтом ближе к концу к сожалению он даже перестал опять же да он ушел из жизни вот во время время как раз в ковид в ковид он пережил но в возрасте уже был в таком серьезном вот он в конце перестал цигун преподавать примерно объясняя это так что как бы надоели короче вот эти все вот эзотерики непонятные со своим там третьим глазом то ли дело наш гипноз то ли дело наш гипноз да как бы все попроще хотя бы меньше на вопрос всяких глупых задают вот и соответственно цигун да цигун общее определение да цигун если первым делом мы полезем в интернет то мы скорее всего найдем общее определение она будет звучать в стиле дыхательная гимнастика как-то переводится же переводится два иероглифа вот здесь нужно я очень люблю делать вот здесь как бы немножечко ответвление такое в сторону о том что прежде чем вообще пытаться переводить китайский язык при том что я ну вообще-то все-таки китайский не знаю да ну вот как минимум своими дают этими тем интересовался собственные иероглифы да цигун два иероглифа и у нас самое частое что делают у нас переводится и как энергия ну логично да ну как работа но она логично но она тут же часто очень возникает людей особенно людей с физическим образованием с материальным взглядом на мир какая еще такая энергия значит давайте подтянем сюда физику и ну в общем все уже давно формулами измеренные расписаны вот тут нужно понимать что иероглиф у него очень много смыслов вот очень много у каждого и в зависимости от контекста то есть этого другого с ним иероглиф они могут ну там достаточно большое поле такое семантическое может раскрываться я думаю это плюс-минус и в других языках есть просто может быть в китайском как-то выражено может быть но с точки зрения вот насчет других языков это тоже этим всем интересовался естественно потому что все-таки ну как бы я русскоговорящий где какая отличается достаточно сильно тип мышления восточный и условно западный как минимум в силу того вот как бы опять же отсылка там к нлп да где за что тоже кстати говорят есть разные слои да где за некоторую как минимум первоначальную базу людей мы можем брать им связь мышления с внутренним диалогом то есть с речью вот ну что в принципе логично по большому счету так родители вот я как опять же молодой родитель да значит так примерно функционирует задача ребенка научить разговаривать и она там уже мозги начинают как работать соответственно ну вот на востоке иероглифы рисуют начнем с этого то есть вот если мы посмотрим на это с точки зрения близкой к теме в принципе к психологии что ты нарисована канал пида значит и их рисуют это уже немножечко нас подключает в другой тип мышления и другой способ восприятия мира более образный смайл до такой рис более образный до более образный что естественно если допустим в терминах левого правого полушария говорит нам о том что это значительно более право полушарная история написал что человек который перестал писать начал писать смайлами общаться с тобой он может закладывать один свой смысл чисто рисунком даже да так и было и поняли вообще да да он бывает такой текст это полагает более такой плотный дигитальный такой бывает да более того здесь интересные истории связанные со временем такие какие-то мои личные наблюдения может быть даже где-то могу ошибаться но вот допустим ну понятно что время вообще такая условная искусственная конструкция и значит у нас есть и во всякие репрезентации до линии времени там вся вот эта вот история опять же у кого-то и не линия совсем но значит опять же похоже что это сильно связано с письмом и с мышлением вот допустим если мы посмотрим на предложение да как в нашей культуре но и во множестве соседних мы читаем предложение слева направо и него есть линия у него есть начало середина и конец если мы начнем путать местами среди начала конец и значит в предложении у нас получится есть лишь такие психически из-болевания когда к программе слова вроде правильные давно получать словесная крошка как то есть порядок очень нужно порядок создает собственно причинно-следственную связь причина следственная связь и это у нас больше левое полушарие. То есть, оно значительно более про логику, про структуру, про причинно-следственные связи. Так вот, аэроглиф его как бы в пространстве рисуют. Над ним может что-то быть слева, справа, под ним. Образы, картинки. И автоматически как бы следствие из этого, что в целом восприятие более визуальное, восточное, особенно в примере, с этим точно многие сталкивались, там тех же японцев, скажем, вот эти все там сады камней, акибаны. То есть, более созерцательная такая. Я был в Японии, сад камней видел, где как раз один никогда не видишь. Видно камень, да, мыслишь, он в уме. Он всегда есть, он всегда в уме. Вот, соответственно, значит, а, да, и время по-другому. Время циклично. В Востоке больше. Время циклично. Это больше всего как раз вот религиям, которые, скажем, языческие. То есть, у них зацикленность, сама идея зацикленности. Ну, там, допустим, там, как время года. Да, время года. То есть, зацикленность, она очень естественна, как и рождение, потом спекты. Да, но ты объясняешь это философскими аспектами, а на самом деле достаточно посмотреть в так называемый макрокосм, этому тоже всему есть объяснение. Ну, мы в ЦИГУ на это много опираемся. У нас, ну, у нас есть, как бы, вот, как устроено все вокруг нас. Да нет, даже вот, ну, объекты конкретные. У нас, ну, есть траектория движения планет. Ну, да, там, вообще-то говорят о том, что она больше спиральная, то есть, это все еще летит куда-то. Но, в целом, ну, принято считать, что, скорее, круг, да, делает. Цикл. Да, и Земля делает круг, круг Солнца, ну, да, там, остальные планеты тоже. Собственно, так вообще мы начинаем время измерять, опять же, да, из-за, ну, цикличное движение, оно закольцованное, замкнутое. Вот, то есть, даже потом уже, может быть, следствие уже какие-то, там, смыслы философские и все остальное, да, что, вот, там, рождение, смерть, ну, вот, оно вокруг нас просто природа цикличная, да, так вот все получается. Ну, у нас это вот уже во время, я говорю, да, весна, лето, осень, зима, снова весна, вот, как в фильме прекрасный такой есть. Так вот, это все к чему, да, к тому, что, на самом деле, можно бесконечно разговаривать о том, насколько сильно разные культуры. Первый раз, когда я в Китай съездил, мне было чудовищно тяжело, вот, потому что, ну, прям, ну, прям сложно было. Потом постепенно втягиваешься. То есть, культуры очень сильно разные, выходит какое-то время на адаптацию, на подстройку, вот, к этому, ко всему вообще как-то понять. Так вот, и ци, получается, там и воздух, и погода это может быть связано, да, поэтому, если адаптировать хоть как-то для людей, опять же, мне нравится вариант думать про это, что это жизненная сила. Некая витальная энергия такая. Жизненная сила, да, но, видишь, энергия, это опять, это сразу уволит немножко вот этим, да, к людям, которые двигают руками, там, с другой стороны, у нас у всех эти импринты тоже в детстве есть, там, кто-то чумак, там, заряжел. Энергетическая у нас же есть энергетическая составляющая, мы ее, в конце концов... Ну, у нас есть, но по энергетическому составляющему, я даже имею в виду, что у нас есть, ну, определенный электрический потенциал. А, это да, да. Что у нас природа электрохимическая. Лампочку, говорят, подключают к человеку. Электрохимической природой у нас, то есть, мы фоним аурой. Батарейки. Батарейки, да. Матрицы, батарейки, да. Это все остальные. Вторая красненькая была лишней. Да, да, да. Вот. И, собственно, жизненная сила. Жизненная сила, мне кажется, такой немножко бытовой взгляд на это, и он хороший. Потому что так получается, что у людей, вот, ну, у большинства людей, да, зеркальные нейроны, эмпатия, там, это все, вторая позиция. Короче говоря, в среднем любой более-менее нормальный человек сможет, глядя на другого, определить тот в ресурсе или не в ресурсе. Как-то мы это считываем. Да. Нормально у него с жизненной силой или, блин, он устал хотя бы просто. Вот. Да. Значит, и тем более мы там легко на близких считаем. Ну, понятно, с кем раппорт. Да. Не только эмоции, этот мощный тонус. Да, да, там очень много всего. Да, да. И, естественно, у себя мы очень хорошо всегда знаем. Когда у нас мало жизненных сил, когда у нас много жизненных сил. То есть, это все по-другому. Состояние другое. Мышление другое, эмоции другие. Чувствуем себя по-другому. Ресурс, тело по-другому. Это про здоровье, естественно. Осадка. Ну, все вместе. Взгляд, а смысл. Нос мокрый. А? Нос мокрый. Да, да, да. Хвост, да. Торочком. Вот. Соответственно, жизненная сила. Агун – это работа. Гун – это работа. И получается, что… В значении работа как… Здесь работа, практика. А, да, здесь тоже важно сказать про такое слово. Контекст. Вот как раз. Значит, все слышали термин кунг-фу. Да? Гун – фу. Кунг-фу, да. Который правильно… Вот ты уже подкован. Я – это не первый подкаст, значит, с этими цигунистами, китаеведами. Да, значит, правильно говорить гунг-фу. Во-первых, ударение в другом месте. А во-вторых, через Г – мастерство переводится. Гунг-фу переводится мастерство. Гун – работа, фу. Ну, и вот я бы не стал так буквально… А, то есть, само понятие какое-то. Да, само понятие, да. Мастерство. И вот это самое гунг-фу – понятие очень интересное, оно очень объемное. Большинство людей обычно сразу тоже отсылки возникают, что если мы человеку скажем кунг-фу, гунг-фу, то обычно у людей сразу образ встает, значит, шаулинских монахов или кого-то похожего одетого, который машет руками, ногами. Вот. И опять же, фильм про Шаулинь, по-моему, у нас показывали по телевизору, когда-то начиналось. А, в кинотеатрах показывали. У меня, наверное, произвело какое-то впечатление. По-моему, какая-то передача была про путешествия, я не помню, как называлась. Да, я понял. Мир глазами. Там одно время нам показывали… Нет, нет, там что попроще было, еще раньше. Да, да, вот что-то такое. Там долго показывали нам какой-то фильм про шаулинцев, возможно, сознательно на меня тоже могло повлиять. Минут по 10-15 показывали, каждое воскресенье. Каждое воскресенье. Значит, вот. И как выглядело? Я принтер. Я сейчас прийду. У меня выпало какое-то время, вот сейчас я вспомнил. Так вот, большинство людей, да, что кунг-фу – это когда машешь руками-ногами, а это совершенно не обязательно. То есть, гунг-фу может быть очень разным. Вот может быть чайный гунг-фу, да, собственно. Мастерство. Да, потому что это определенное искусство. НЛП-фу. Заваривать, ну, запросто. По большому счету, то, чем ты занимаешься много времени, то есть, работа, да, опять же, ну, усилия на время. Значит, то, чем ты занимаешься много времени, то, на что ты тратишь много сил, ресурсов, времени, денег и так далее, да, вкладываешь всего себя. В русском языке говорят, значит, как бы, ну, вот, там, душу вкладываешь. Да. Так обычно емко и правильно про это. То есть, не та работа, когда человек ходит в офис из-под палки, там, и на кого-то работает и… Ну, или просто что-то физическое такое, да, это именно как процесс, как путь некий, да? Ну… Мастерство. Условно мастерство. Условно мастерство. Мастерство может стать что угодно. То есть, еще раз, сделаю его в количестве времени, которое мы надо затрачивать. Каким классический пример, я очень люблю их приводить, потому что, как бы, если, допустим, человек чинит ботинки, вот, но если он делает это 10, 15, 20, 30 лет, если его отец это делал, если его дед это делал, прадед делал, они передавали ему тоже эти знания, то, получается, ну, вот, как бы он в этом нарабатывает свое мастерство. Он становится мастером в этом. И так в любой области. И если есть сомнения по поводу этого, то очень легко обычно, когда приспичивают, то достаточно посмотреть, как люди выбирают себе врача в какой-нибудь области. Автоматически. Ну, там, никаких сомнений. Смотрят по сложной список, количество там дипломов, навыков, сколько лет человек занимается. И вряд ли пойдут, если там, если есть выборы, да, если есть что-то экстренное. К человеку, который, там, два года занимается, или, там, занимается 15-20 лет. Есть возможность выбрать, понятно, что, там, опять же, естественно, будет дороже, там, да. Есть возможность выбрать, идут к более опытному. Вот, у него гумфу будет выше, мастерство будет выше. Соответственно, то есть, вот то, чем мы в жизни занимаемся, то во что мы вкладываемся. Ну, тут тоже, да, есть какая-то, ну, какие-то не противоположные примеры, а скорее про то, что бывает, что человек как-то… Есть у меня просто примеры, что человек отрывается немножко от реальности, благодаря… Точнее, он уже перестает воспринимать, например, там, обратную связь, считает себя суперэкспертом, и как-то уже отдаляется от людей. Ну, это может быть и не только про, там, стоматологию… Можно потерять? Ну, фу, да. Это как навык. Конечно. В некоторых… Обратимые, необратимые… В некоторых областях, я думаю, может быть даже достаточно одной ошибки какой-то, и все. Да. Опять же, не знаю, там… Ну, с одной стороны, про врачей говорят, что у них обычно есть личные кладбища. С другой стороны, ну, то есть, там тоже… То есть, степень ответственности, может быть, большая. Что-нибудь не то отрезал, и карьера закончилась. Не того отрезал. Не того отрезал. Ну, да. То есть, я думаю, что запросто можно и потерять нюх, то, что называется. То есть, сбиться с пути, короче говоря. Конечно, обратная связь важна. Здесь не идет речь про то, что человек… Только возраст, а не только возраст. Да. Окей. Цигун – это… Да. То есть, вот этот самый гунф. И получается, цигун – это вот некоторая работа, которая может стать даже некоторым мастерством. Работа с ци. Работа с ци. Работа с энергией. Работа с жизненной силой. Здесь нужно сказать про следующее. Во-первых, я упомянул о том, что, значит, цигун, да, у нас это дыхательная гимнастика. И так получается, что… Но цигун бывает очень-очень разный. Что в базе своей мы можем сказать, что это дыхательная гимнастика. Но вот дальше как раз там то направление, которым я занимаюсь. Почему-то там люди, когда приходят тоже, они в какой-то момент очень спрашивают, а где дыхательная и где гимнастика. Потому что ни того, ни другого там почему-то быстро не обнаруживается. Отсюда, значит, очень мне нравится… Ну, у меня техническое образование высшее. И, наверное, на меня это тоже повлияло довольно сильно в плане выбора системы, чем заниматься. То есть, вот с учетом, что я очень разным позанимался и некоторыми совершенно не структурными вещами. Ну, или там структура есть, но чтобы понять, нужно заниматься там лет двадцать этим. А может, уже поздно. То есть, как бы будет. Может, мне это не нужно. То есть, и вот то направление, которым я занимаюсь, оно очень в этом плане адаптировано. Это большая заслуга мастера нашего, Асю Минтан, адаптировано для западных людей под западный ум. Я понял. Это вот как раз восточная, из второй позиции, да? Повторяй. А еще нужен кто-то, кто это на западном языке. Да. Совершенно верно. А вот эти фильтры… Технологию нужно из этого сделать. Технику, технологию, да. Потому что классическое восточное обучение, про которое сам Минтан тоже говорил, что так уже сейчас на Востоке тоже почти, наверное, никто не учится. Это когда человек приходит к учителю и, ну, говорит, все, хочу учиться, там, да. Ему дают упражнения, ничего не объясняя, ни зачем это… Ну, он пришел, он, наверное, видел какие-то результаты, примерно представляет, там, про что это должно быть, да. Он говорит, хочу, ему дают упражнения, говорит, иди, делай. Он идет, делает. Ну, упорство, опять же, да, там, проверяет все, как это водится там. Значит, ну, там, месяц, два, там, три, может быть, даже полгода, год. Он приходит, там, раньше, да, периодически сверка происходит, конечно. Он приходит, говорит, вот у меня там такие-то, такие-то результаты. Ему говорят, иди, делай дальше. Вот. Ну, не десять, а поменьше. Да, ну, десять, наверное, не выдержит никто, конечно, если объективно смотреть. Вот. А это, ну, реальные такие вещи. Он идет, делает. Он приходит, там, несколько таких сверок, говорят, хорошо, вот тебе новое упражнение. То есть, не говорят результат заранее, который ты должен получить. Вот. Сейчас ни у кого нет такой мотивации. Начинается этот мультфильм, ой, фильм, фильм. Мальчик каратэ или парень каратэ? Каратэ бой. Каратэ кит, да. Каратэ кит, да. Ребенок каратэ, да. Где ему там заставили красить забор с утра. Да, это классика. С утра до обеда. Классика. Он сам научился драться. Отсюда до обеда, и он поднимая кисть вверх-вниз, научился делать блоки ударов. Да. Это классика. Но я на самом деле дальше все-таки про цигун, я говорю, это больше все-таки про внутреннюю работу. Уже сразу сейчас я эту тему коснусь, что с бывым искусственным он может быть связан, а может быть и не связан. То есть, значит, прежде чем про наше направление немножко подробнее рассказать, идея какая? Цигун бывает очень разный. Собственно, к вопросу вот о структуре сейчас, про которую я говорил, да, что вот это все обычно у нас даже прям сразу на первом занятии рассказывают. Вот это здорово. То есть, это как карта такая, которую тебе дают. То есть, в отличие от вот варианта, который я только что описывал, что ходи и занимайся, никто не станет так делать. Ну, это объективно. Или в Москве. Не в Москве, не в России, да. Ну, не станет. Я говорю, в Китае даже уже так не делают. То есть, происходит, ну, мышление меняется людей, время другое. Ну, как бы, выживаемость, то есть, в адаптивности, да. Суть должна остаться, а методы там, формы передачи может меняться нормально совершенно. Вот. Соответственно, значит, цигун бывает очень разный. Выделяют три основных направления цигуна. И это очень здорово, потому что это прям вот мне когда-то, вот я говорю, как прям это вот легло. Ну, нормальный, здравый смысл такой. То есть, нужно все классифицировать с точки зрения целей. Не абстрактных каких-то вещей там, эзотерических. Целей. Для чего? Один метод, для чего другой, для чего третий. После этого тогда любой человек может взять вот с нормальным западным мышлением. Которое, ну, сейчас западное уже может быть немножко больше, как ругательство. Но, в целом, все равно, очевидно, что у нас больше западное мышление, чем восточное. Скорее. Хотя там, понятно, отдельный путь, там, Россия и так далее, да. Но, значит, в большей степени, наверное, западное. Соответственно, речь про что идет? Речь идет про то, что с точки зрения целей. И мы узнаем цель практики, которую нам предлагают. И можем соотнести это со своими собственными целями. Мы предполагаем, что они тоже должны быть искать во не одного. А там иерархия критериев или просто намерения последствия? Там, скорее, может быть, даже местами другие результаты. Различные другие результаты. То есть, вот так, как ты можешь быть. Да. При сильном желании, как всегда, ну, иерархию-то можно из всего сделать, естественно. Но, вот, оно может быть, знаешь, как это, ну, налево пойдешь, там, коня потеряешь. Направо, вот эта история. Направо, жену. Ближе к этому, да. Вот. И, как бы, ну, можно иерархию, конечно, сделать. Что важнее, конь или жена? Ну, тем такая. Куда сам сядешь? Да. На НЛП посадишь. Значит, соответственно, выделяют три основных направления. Часто такое вот встречается. Первое – это боевой цигун. Вот тот, которым я как раз практически не занимаюсь. То есть, я чуть занимался, мне это было интересно. Я немножко вот у совершенно прекрасный тоже один из учителей. Довелось у него поучиться. Он бывший шургинский монах. Вот. Жестким цигун или инцигун, так называемый. Я тоже немножко занимался. Ну, надо понимать, цели жесткого цигуна. А ситхи там какие? Вот. Цель жесткого цигуна – это сильное укрепление физического тела. Настолько, чтобы оно могло принимать на себя безболезненно удары, в первую очередь, под боевой. И, соответственно, ну, как бы, если мы наносим какие-то удары, то, опять же, это все без последствий для себя. Ну, пример, видел какое-нибудь чудо? Нет, ну, это полно. Подожди, это тоже в некотором роде чудо. Ты просто открываешь YouTube, и любые люди, которые бьют кирпичи… YouTube – это уже чудо. Да, да, да. Это, кстати, да. Любые люди, которые бьют кирпичи… Кирпичи, да. Кирпичи, да. Что там? Все на свете, короче. Ну, это же, слушай. Японцы, в моем представлении… Не могу сказать, что я очень глубоко контактировал с японской культурой. Но в моем представлении японцы очень много чего взяли у китайцев. И исторически так это явно показывают вот те, кто этим занимался, включая религиозные системы, включая и с языком, включая культуру. Там чайная церемония, опять же, она тоже перекатилась. И многое упростили. Но на удивление они упростили так, что это зашло. Допустим, дзен известен по всему миру. Это чай буддизм, который, опять же, пришел из Индии, если разматывать все совсем еще. А в Индии, значит, некоторые рассказывают товарищи, что это на самом деле пришло все из древней Русы, арии и так далее. Но тут бесконечная история. Главное вовремя остановиться. Вовремя, да. Совершенно верно. Вот. Причины и следственные. Но тут, видишь, удобно можно в кольцо потом сворачивать, если время цикличное. Это сейчас боевой цигун, это краткий режим. Это про то, что там руками, ногами бить столбы, кирпичи. Да. Люди, которые занимаются боевыми искусствами, если это традиционные боевые искусства, китайские, японские в первую очередь. Я видел там такую жесть в ТикТоке. Трубы железные. Да, да, да. Пальцами, вот просто указательным или большим пальцем ломает гальку. Я подписан на все это. С интересом все это смотрю. Например, кусок камня просто, который ломает указательным пальцем пополам. Я не знаю, что в голове этих людей, из чего сделано их... Нужно много упорства. Это набивка определенная. С одной стороны, да. Но думать про это, почему цигун тогда? Опять же, где здесь история про ци? Потому что думать о том, что человек просто будет долго бить в стену себе рукой и сделать себе копыто такое, которое можно бить во что угодно. Это частично правда. И поскакал. Да. Но если он будет это делать бездумно, он получит все большие проблемы с костями достаточно быстро. Значит, да. Включая возможные последствия совсем отрицательные, типа рака и прочее. Поэтому это сразу все балансируется с определенной внутренней работой. Вообще сам термин цигун был придуман компартией Китая в 30-х годах. И до этого существовал термин нейгун, который наиболее близкий перевод – это внутренняя работа. То есть набор внутренних визуализаций, работы с дыханием, работы с ощущениями, с тонкими обычными. Субмодальность. Субмодальность. На большом счету. Это как раз самый простой. Мышечный тонус, позиция – это понятно. Я веду более глубокие слои, более сложные. Вот. Это вот, собственно, внутренняя работа. И она неизбежно должна быть, потому что если человек тупо просто будет бить в стену, ну, может не получиться, может не получиться. Полиция уже бежит. Да. Соответственно, там всегда это сопровождается определенными… Вот. Даже когда вы видите, что человек просто бьет какой-то предмет, доску типа там пробить, то есть там всегда есть некоторая вот работа с образом, работа с мышлением, работа с постановкой дыхания, с концентрацией. То есть большой объем работы проделан за этим. И в моменте тоже. И мы видим просто, ну, человек ударил, такой, наверное, большой, сильный и крепкий просто. Брюс Ли. Это правда. Мало могу что про это сказать. Во-первых, все-таки, ну, начнем с того, что он легенда. Он легенда. И он огромное количество сделал всего для популяризации. Поэтому… Где-то он там умножил на два, да? Поэтому даже если люди начинают говорить или там сравнивать какие-то его кондиции или там уровень именно физический, пытаясь по видео оценить с современными, то, ну, его заслуга не столько может быть даже в личном мастерстве, сколько в том, сколько он оказал влияние на умы просто всех. Не, ну, Нунчака не в теннис играл, это же… Не-не, это реклама Nokia. Ага. Если ты посмотришь правильно на YouTube, да, там два ролика черно-белых вот этих. На одном он играет в теннис, на другом зажигает спички, значит, это реклама Nokia. Ну, хорошо смонтированная, красивый ролик, опять же, наверное, кого-то… Ну, почему? В то же время ты можешь написать письмо… Вопрос возраста, опять же. Папа не в командировке, а в тюрьме. Да. Вопрос возраста, это все тоже… То есть, из каких-то сказок мы вырастаем, но для того, чтобы в новых оказываться, и они все равно… Ну, эти все метафоры, что-то хорошее для нас… Самое жестокое разочарование, пожалуй, недели даже. Про это? Про новичаки? Про рекламу Nokia. Нормальная история. Ну, что-то же было? В смысле? В смысле? В смысле? Он чем-то же владел? Да, конечно. Учился он на Санта, ну, вот это все там… Кстати, он еще жив, учитель его один из самых знаменитых. Понятно, там много щелка учился. Ну, не суть. Короче, то есть, это скорее образ, это вот икона. Да, боевая? Это такая, типа, жесткая машина для… Да, берем вот любые ролики, где люди что-то… Да, мы на этом зависли, потому что на самом деле мало кому интересно, кто не занимается забываемым искусством. А кто занимается, тот уже в теме. Это шоу, да, это картинка. Часто шоу, да, часто шоу. Ну, это демонстрация, вот как… Ну, ты ситхи спросил, ну, ситхи. То есть, никто из нас сейчас вот этот стол не может сломать там пальцем, а они могут, понимаешь, ситхи. И не пускай их. Да. В школе я видел, в школе, в своей школе, когда я учился там, не знаю, класс 7-8, приезжала какая-то театральная, я так понял потом, это и китайская какая-то. И они копья втыкали себе, шел, копье сгибалось. Стояли на яйцах. Да, да, да. Это классика, значит. Это они же? Там есть смесь начинается, все-таки, ну, китайцы-то тоже… Ну, это правда же, это не резиновые копья. Правда, ну, есть нюансы. Есть нюансы, как вот все. То есть, с одной стороны, это всегда демонстрируется, как, значит, ну, вот, как показатель того, что… То есть, опять же, да, нас не видно, слушатели, чтобы понимали. То есть, копье втыкается вот, вот эту впадину, значит, межключичную, где, если вы там у себя сейчас… Междуплечи. Надавите… Там мягко, конечно. Междуплечи, блин… Ну, в смысле, вот плечи. На уровне плеч. Межключичная впадина, она так и называется. Да, прям под шеей. Да. Вот, если вот она давить, но не слишком сильно, то обнаружите, что мышц там нет. Да, и там сразу позвоночник. Нет, нет. После трахеи. Да, после трахеи. Да, после трахеи. Мне вспоминается… Копьем туда не надо. Мне вспоминается, я люблю эту, значит, шутку, тоже вспоминать всегда, когда там цигун преподаю, значит, на тему, потому что внутренних, про внутренние, вот, все больше я замечаю, значит, ци там или вот копьё куда-нибудь там, значит, внутренний. Да. О том, что… Ты, наверное, видел эту картинку и многие могли увидеть, значит, о том, что в силу разных образований, у разных людей, которые вот по-разному смотрят на мир, что внутри человека. Вот ты видел, наверное, да, что у физиков там внутри молекулы и атомы, внутри человека, у биологов, значит, внутренние органы, а у гуманитариев богатый внутренний мир. Вот, и там что-то такое, непонятное такое, что-то тёмное такое нарисованное. Так вот, да, но здесь трахея, всё-таки здесь не так, что прямо позвоночник сразу, здесь трахея. Короче, мышц там нет, вот про что. И когда-то втыкают копьё и его сгибают, то считается, что это демонстрация того, что человек настолько хорошо управляет своей энергией, что он её уплотняет, что он её собирает в этом месте, концентрирует настолько, что она начинает обладать качеством материи. Прикольно. То есть, потому что сильно сгущённая энергия, с этой точки зрения, собранная, она начинает ощущаться плотнее, качество плотности появляется. Качество плотности, собственно, больше про материю, да. Опять же. Ну, и вот отсюда, кстати, и обратная история, можно тоже, там много интересного, о чём можно подумать, что можно и в обратную сторону, да, ну и так далее, покачать все эти вещи. Телепортация там. На яйцах стояла девушка, там, в смысле, куриные яйца, которые потом разбила. А то я уж подумал. Которые разбила сразу. И вот она стоит на кончиках, ну, в смысле, на цыпочках. Да, лёгкий цигун, так называемый лёгкий цигун, стоят на воздушных шариках, на бумаге, там, значит, считается, что они уменьшают вес своего тела. Либо, наоборот, некоторые демонстрируют, что, наоборот, увеличивают. Это, например, к вопросу о японцах, да. Айкидо, ки, то же самое, что ци, а у индусов прана, в сущности. Айкидо переводится как? Значит, айки, да, это вот некоторый тип энергии, который так назвал её, значит, до это путь, да. Значит, у Исиба, я к чему вспомнил, он демонстрации делал противоположные, маленьких. Не мог двигать. Да, садился и увеличил, типа, свой вес, и его не могли несколько мужиков поднять, там, по-моему, ролики даже есть такие. Но, местами это шоу. Да. Так вот, это, на самом деле, как мне кажется, всё-таки мы вот на боевых аспектах, мы зависли слишком, потому что, опять же, те, кто этим занимается, они и сами это всё прекрасно знают. А те, кто нет, то для них это просто обычно шоу, и редко кого это замотивирует, а пойду-ка я займусь жёстким цигун, чтобы ломать кирпичи, в общем. Да, внутри что должно такое... Короче, вот такой есть, да. Да. И нужно понимать... Это первый, да? Да, с точки зрения целей нужно понимать, что цели примерно упираются там. Вот. И ещё, то есть, что, ну, это всё имеет свои ограничения, и это тоже когда-то для меня, ну, оказалось довольно важным, потому что там вот начинается смесь такая, да, вот, значит, и, ну, можно так сказать, магия, не магия, эзотерические всякие аспекты, вот ты, значит, используешь термин схитхи там и прочее. Так вот, очень часто существует, ну, и это обрастает различными там мифами. Очень частый миф существует о том, что, значит, вот жёсткий цигун, там есть практика, так называемой железной рубашки. Да. Или, значит, ещё золотой колокол. То есть, это всё приводит к тому, что человек становится не восприимчив к ударам холодным оружием. Это тебе минус, конечно, в смысле, ты расстраиваешься на эту тему. Да, и когда я пошёл заниматься жёстким цигун, это было первое, что я спросил, у нас была переводчица, значит, первое, что я спросил, я говорю, вот так и так, учитель, скажите, правда? Он такой, что? Вначале не понял, значит, там, ну, занимает какое-то время итерации, значит, через переводчицу, что? В деталях. Потом, значит, поржал, сказал, говорит, да не, говорит, ты чего, конечно, нет. Меч, говорит, он создан для того, чтобы рубить плоть. Поэтому, не, говорит, конечно, не получится, но он, конечно, разрубит. Я такой, а, ну, всё, всё нормально, ну, ладно. Положь нож, отойди от меня. Ладно, да. Проверить пришёл. Всё в порядке, да-то, да. Вот. Так вот, это жёсткий цигун или боевой цигун, ин-цигун, как его надо называть. Значит, второе. Инь-мужчина. Вот, не ин, не-не-не-не-не, не-не-не-не, про ин-ян, если нам хватит времени, мы отдельно вообще поговорим, и там настолько объёмная, да, настолько, да, все субмодальности можно разложить на инский, янский. У нас мир двойственный, то есть удобная концепция, иначе просто замучаешься этим. Дихотомично. Сколько там, пятьдесят шесть метапрограмм, всё, к двойкам надо сводить, просто и всё. Понимаешь, ну, как бы ключевые искать. То есть, вот достаточно удобная модель, потому что, ну, семь плюс-минус два, значит, когда всего слишком много. Семь плюс-минус инь-янь. Так вот, ин, там, без мягкого знака, да. И второе, это, соответственно, сразу до некоторой степени получается такой балансирующий, компенсирующий, значит, это медицинский цигун. То есть, не боевой, а медицинский, про то, как методами внутренними, хотя к ним всё равно можно до какой-то степени относить, часто и относят, и иглоукалывание, которое у нас с рефлексотерапией называется, да, джейнзиотерапия. Я, кстати, там тоже получился. Тоже могу иголки всякие втыкать на людей. Ну, то есть, не только с целью, значит, как бы, с целью, чтобы лечить. Опять же, у тех же японцев было, что мирные боевые искусства два колеса одной повозки. Убери одно, и повозка опрокинется. Вот, то есть, на самом деле, люди, когда занимаются боевыми искусствами, практически неизбежны, как мне кажется, если человек занимается этим качественно, нужно учиться не только ломать, чинить людей, восстанавливать, здоровывать, прочее, прочее, прочее. Так и медицинский цигун, да. Медицинский цигун, да. Внешние методы тоже применяют. Не про травки? Травы тоже. Тоже. Как ни странно, это всё относится больше. Вот, я как раз про это сказал, иголки-то тоже внешний метод. Джейнзиотерапия, иглуукалывание, да, тоже туда же. Совершенно рабочий инструмент, прекрасный, да, у нас, ну, официально, как бы, ну, как иглуукалывание, оно просто в медцентрах, значит, работает. Соответственно, ну, и много-много другое, но в первую очередь подразумевается, конечно, лечение методами цигун. То есть, в идеале человек просто собою лечит других. Рейки какая-то. Ну, опять же, рейки, рей, это значит, ки, это энергия та же самая, рей, по-моему, это лучше, если не ошибаюсь. На английском, да. А он, там, этот самый товарищ, он, по-моему, был, он очень такой условный был японский. Он все это, опять же, адаптировал для западных людей достаточно быстро. Рейдер, я помню. Там есть вопрос к системе тоже отдельный. Но не могу ни критиковать, ни полноценно сравнивать, никогда и не занимался. Вот поэтому, но на вскидку много параллелей с тем же цигун вполне себе. почему бы нет. Вот, то есть, ты не занимался, не проходил ступень, не получал никакие передачи? Вторая. А, да? В рейке? Да. А, ну, так, по идее, это все, ну, это было. Имеет отношение, короче. Давно я не практиковал. Да. Там что практикуется? У меня уже водой сгорели. Наложение рук, насколько я помню. Энергия появилась. Да, вижу. Наложение рук, насколько я помню. Да, там зеленый-синий свет. Поток там сверху, вот вся эта история. В цигунх тоже с этим работали. Соответственно, да, один из вариантов лечения – это наложение рук. Могут быть всякие другие, включая на более продвинутых уровнях. Вот опять-таки вопрос о ситхах, да. Удовлетворяет его интерес, видимо, давний. Про ситхи в каждом из направлений. Про первое поговорили. Во втором, ну, например, лечение на расстоянии. Ситха тоже вполне себе. Люди лечат. Меня лечили, и это реально работает. Ну, в смысле, это прям возможно. Верить для этого не обязательно. Это прям… Ну, имеется в виду, что это какие-то прям физиологические визуальные изменения. Ощущаемые больше. Ну, допустим, там была рана от ножа, например, да? Не настолько быстро, но там… Травмы, травмы могут прям… Достаточно быстро, да, могут… Ну, как сказать… Ну, про какие… Да, так, с открытыми ранами я не сталкивался. Я и вряд ли готов утверждать, что они будут затягиваться мгновенно на глазах. А вот снятие отёков там при… Нормализации давления. При близком там к разрыве… Разрыв каких-то там связок, например, или сильных повреждений, надрыв, да? Вот вокруг это всё. Ну, то есть, такие повреждения, короче, опорные двигательные аппараты, к примеру. На самом деле, опять же, всё упирается дальше в степень продвинутости адепта. Потому что я думаю, что… Ну, вот так, давай так. Я не всё видел в жизни, но мне нравится думать, чтобы, ну, верхнюю планку не ставить никак ограничения, да, что, возможно, если не всё, то много. Поэтому я думаю, что могут очень разные вещи лечить. А у них там продолжительность жизни там какие-то есть? Эксперименты или… У кого у них? Ну, вот у которых вторая вот эта цифра, в смысле. А, не знаю. Ты знаешь, там бывает по-разному. А как это называется? Вот если… Медицинский цигун? Да. Чёткого нет названия. Ну, вот в нашей школе, в школе джиньвян цигун, раздел медицинский, если боевым мы не занимаемся, а медицинский раздел есть. Он есть, отдельно даётся, как прям большой раздел. Мы называем это имидж медицина или и сиан медицины. Короче, терапией мыслеобразами мы это называем. Есть отдельный большой блок с подготовкой, я тоже его проходил, с подготовкой отдельных инструкторов. Терапевтов. И, соответственно, есть люди, которые в Москве, есть люди, которые лечат достаточно успешно, достаточно неплохо. Это действительно хорошо работает. И в рамках даже базовых курсов цигун, когда мы занимаемся, я тоже обычно обучаю начальным способом, как в случае чего помочь другому человеку себе, ну, с собой обычно проще. Значит, вот какими-то такими навыками. Если их тренировать, развивать, по этому пути идти, это тоже отдельный путь. Вот в чём дело. Со всеми резонирует. Я проходил, обучался, но мне это не очень интересно. Я знаю, что я могу лечить, но поскольку необходимость возникнет, так я не чувствую, что это моё. Ну, понял. А есть люди, которые чувствуют, они через это развиваются, потому что, понятное дело, что ты помогаешь другим, тебе больше всего приходит. Это зрительская история, да? Да, это зрительская история. Это чисто вот. Можно, наверное, даже до какой-то степени попробовать провести параллели, допустим, с этими, да, в Индии, там, что там, вот, и касты. Короче, есть типы путей, архетипы, пожалуйста. Вот теперь понятно. Под каждый архетип свой цигун будет, да? Да, да, да. То есть, да, там, значит, путь лекаря, путь торговца, кого там ещё мудреца, там, да, значит, путь воин, ну, и так далее. Так это Хогвартс какой-то, точнее. Ну, конечно. Конечно, шлёпа. Эта шляпа какая. Вот. Ну, короче, медицинский цигун. Тема есть, тоже рабочая по-своему, по-своему интересная. Вот. Это тоже отдельно целый мир. А третье – религиозный цигун. Да. Соответственно, цели и задачи маленько другие, опять же, да? Они уже… Как называется, как? Ты имеешь в виду… Ну, по-китайски, как сказать, не скажу. Ну, опять же, там, с этой точки зрения, ты понимаешь, что-то проще немножко. С точки зрения цигун – всё цигун. Ну, правда. И… Потому что, ну, человек непременно что-то делает со своим внутренним состоянием. Ну, я понимаю. Ну, я прекрасно понимаю. Тут пролез НЛП прямая. То есть, есть НЛП, а куда ты будешь это применять? Да. В продаже, в гипноз, не знаю, в терапию. Да. Всё, чем ты занимаешься лет двадцать, потом ты начинаешь это как фильтр, через это ты начинаешь смотреть на тот самый башмачник, про который я говорю, для него всё башмак. Как бы ты начинаешь его чинить. Да. Вот здесь, да. Здесь каблук, здесь… Ну, и обращать внимание на это. То есть, ну, это неизбежно, конечно. Накладывает отпечатки, фильтры. Поэтому, да, с одной стороны всё цигун, с другой стороны, ну, вот ключевые такие ветви, да, вот эти. И получается, что с этой точки зрения основные, как минимум, я могу со своего опыта говорить, религиозные системы, религиозные практики, а я знаком не только с восточными, когда я увлёкся и заинтересовался достаточно плотно, в частности, тем же православием, то я ездил на Афон три года, соответственно, значит, практиковал тоже там, жил с монахами в монастырях, да, и значит, какое-то время тоже этому всему отдал. При том, что я не крещённый, никаких противоречий ни у меня, ни там, не возникало. Всё это тоже очень интересно и хорошо. И тоже могу сказать, что, в принципе, да, можно сказать, что это цигума всё тоже. Цель и задачи только другие. Какие цели? Духовные практики. Духовные практики, соответственно, обычно преобразование самого человека. Просветление, да? Просветление, да? Просветление. Ну, в нашем смысле это условие. Ну, там обожение, да, так называемое, приблизиться к Богу. Но соединиться, значит, в восточных часто просветление, да. Ну, то есть, опять, если в суть смотреть, не только по целям, то есть, человек обычно там что? Находится в какой-то позиции, какие-то жесты часто использует, там, всякие специальные, да. Значит, входит, по сути, опять же, ещё выражаясь, ещё одно системное состояние. В трансовое состояние. В трансовое состояние. В трансовое сущностное состояние. Ну, в сущности, если повезло, а то можно просто помучиться. То есть, как бы тут по-разному. Как раз, когда сущностное, это уже снизошло на тебя что-то. А, то есть, я понял. Это же путь определенный. То есть, у них нет чистой техники, да? У них есть медитация, которая выведет. Ну, да. Молитвенное состояние. Слушай, ну, а как приходишь вот здесь? Ну, вот люди же там, не знаю, в церквях. В церковь же заходил наверняка хоть раз, да? Там же все в разных состояниях. Кто-то в более возвышенном, кто-то в менее... Все ещё стартуют с разных уровней. Нужно ещё это помнить. И метод может быть примерно один и тот же. И молитва, допустим, может быть одна и та же. Там, в частности, если гриппрофон, там классическая. Это Иисусова молитва, да? И она сам по себе достаточно простая. Но вопрос, как всегда, вхождение в это молитвенное состояние. То есть, степень глубины, ассоциации с этим со всем, да? И прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Соответственно, молитвенное состояние различное, да. Будь то там песнопение, будь то где-то мантры читают, будь то где-то визуализации сложные, где-то там поклоны бьют. Это тоже получается цигун. Помнишь, в Питере, когда вы приезжали на тренинг по переговорам, остановились у меня на Тверской, 18? У меня там не было. Был, ты точно был. И, короче, под вечер я такой говорю, ребят, мне надо там поделать алфавит, типа не отвлекайте меня. Рома Кислёв говорит такой, мне надо сучну сну поделать. Паша говорит, мне надо там мудр поскладывать. Илья говорит, мне поприседать там надо, поотжиматься. Ты тоже говорит, мне там это. И мы такие где-то минут 15-10 каждый в своей религии. Это, наверное, хорошо. Возможно, был мой дубль, но меня реально там не было. Я в Питер не ездил на переговоры. Ты был 100%? Попробуй. Ну, дубль, ладно. Есть такие практики, когда будем считать, что это двойник, аналитический двойник. В смысле, что это определённые практики, кто-то делает там, например, через медитацию, кто-то через мантры, кто-то через мудр. Может быть, даже может оказаться похожий результат. Но не факт. Здесь опять, мне вот не хватает опыта, и нужно больше, чем одна жизнь, чтобы позаниматься одним, позаниматься другим, третьим. Попробовать сравнить конечные результаты разных систем. Потому что можно было бы говорить, что они могут быть похожи, но достоверно мы можем этого не знать. То есть, с некоторыми вещами я могу сравнивать, с которыми там одним 10 лет позанимался другим. А у них какой, скажем так, если мы представляем финальный такой путь? У них это у кого? Ну, сейчас, финальный путь первого – это прям такой боец, второго – это такой целитель, третьего – это… Слушай, финальный путь – это сама по себе парадокс. Потому что финал – это окончание пути, а путь – это процесс. Поэтому я думаю, что это стремление к недостижимому идеалу. Ну, это монах какой-то, да? Нет, 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 не обязательно. Да нет, совсем нет. Опять ты пойми, что… Мудрец, ты сказал. Мудрец – это я уже подтягивал в параллели там всякие архетипы, какие-то как бы набрасывать… Окей, то есть тот, кто это практикует, этот вид цигун, тот в итоге, какой владеет способностью? Молодец. А, пролилегиозный? Да, пролилегиозный. Вот давай так, а вот здесь в разных системах могут быть разные результаты. Здесь как раз поэтому достаточно интересно, в том числе поэтому я и тоже знаком с очень разными религиозными системами. По-моему, можно и находить параллели и пытаться даже их подтягивать, но там не так всё просто уже. То есть… Просто конкретика исчезает. Я про это… Да. Это, кстати, хорошо. Это хорошо, в пустоте растворяется. Потому что мы начинаем уже входить в область трансцендентного и описывать это словами… Слов там меньше сильно. Да, описывать это словами… Дело такое… Как бы уже… А уж тем более пытаться сравнивать результаты, потому что, ну, будет похожий результат в буддизме, в Бонне, в православии… Если вы можете описать сущностное состояние, значит, это не было сущностное состояние. Вот, например. Да, например. Короче, ну, он есть. Вот с этой точки зрения, религиозной практики, мы можем сказать, что это религиозный целом. Третий. Третий. Это третий. Да. И так получается, что совершенно, значит, на самом деле, следовало бы, возможно, только с этого начинать, что та система, которой я занимаюсь, она ставит себя так вот очень ловко, немножечко в стороне. Это всего, про что сейчас мы говорим. Это четвертая версия. Да, можно так сказать, да. Но четвертая могла бы в ряд поставить, да, значит. А вот тут иерархия появляется, она говорит, что это цигун высших достижений, высших степеней. Спорт высших достижений, цигун. Да, цигун, да. Кстати говоря, по жесткому цигун проводились соревнования. Я могу потом скинуть ролик, и люди сами могут найти в интернете. Соревнования по жесткому цигун. Очень круто выглядит. Там 50-минутный ролик, древний какой-то, ну, где-то, может, 15 уже. То есть там вот маленькие хрупкие девочки едят стекло, там что-то забивают гвозди руками, вот это все. Реклама Нокиа опять не называется? Нет, нет, нет. Мы до конца не знаем вообще. Нокиа забивает. Ну, там все, значит, какой-то спортзал большой, китайский. Нокиа толстят стекло. Цветное, вот, не черно-белое. Ну, там много-то. Я ради интереса по ролику потом скину. То есть там люди начинают упарываться иногда в такие очень своеобразные вещи. Не знаю, там змеи там в рот запускать, из носа они вылезают. Ну, и прочее. В буквальном смысле физических. Там кто на что гораст, понимаешь? Вот это потом эти всякие, там, значит, набивка паха. Там тоже много. Там есть нюансы, конечно, там втягивают на самом деле. Ну, короче, это миры. На самом деле это разные миры часто. Короче, в Китае не ногой. Да. И джун юань цигун ты спросил, как называется? Джун юань цигун. Джун юань. Про цигу мы сейчас вообще очень много говорили. Джун юань. Что такое? Потому что тоже иероглифы. Джун переводится как середина. Наиболее простой способ про это говорить. Потому что мы можем подтягивать середину в смысле смысловых таких концепций, как баланс. Гармония, да. Середина. Осень. Юань – это пройдение. Избегание крайности. Почти. Избегание крайности. То есть, середины путь. Туда же, да. Там опять же есть отсылки к буддизму. Юань – изначальный источник. Другой немножко иероглиф, не тот, который монетка. Хотя мог бы быть тем же, в принципе. Изначальный источник. Вот. И вот здесь есть концепция такая. Такая смысл получается. Начало срединного пути или как? Практика. 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 Срединного пути может быть. Баланс. Практика. Баланс. Получается. Гун. Получается. Тогда у нас цигун. Работа. Некоторое мастерство. Работа из ци. Значит. Ну. Да как хочешь, так и ну ты хочешь упростить. Перевести и перевести. Я хочу смысл словить. Смысл такой. Смысл приходит через раскрытие как бы структуры энергетической тела человека. Что есть концепция юаней. Есть так называемые три внутренних юаня и три внешних юаня. Вот. Про них постараюсь. Если про них хватит времени, значит про них. У нас минут 20. Нормально. Да. Три внутренних юаня. Значит. Некоторые внутренние источники, которые есть в каждом человеке и ну они могут там в меньшей и в большей форме значит функционировать. В общем в цигу мы опять же занимаемся тем, что мы их развиваем активнее. Да. Как бы чтобы они включились больше. И внешние есть источники. Соответственно что касается внутренних, то особенно уделяется внимание ну нумерацию условно можно вводить просто чтобы как бы слушатели не сбивались. Про локацию скорее. Ну нумерацию просто чтобы слушатели не сбивались, потому что китайские названия тоже могу давать, но как бы это сейчас может запутать. Первый условно первый это юань, юань дзин называется. Это очень сильно связано у нас с в первую очередь половыми гормонами. То есть по большому счету у мужчины это семя, у женщины это яйцеклетка. И собственно это источник. Это источник очень значимый, очень важный. Для человека. Про чакры больше? Нет. Концепция чакры она индуистская. И тоже это к вопросу вот как раз допустим о разных религиозных системах. Это надо обладать чем-то особенным, чтобы попробовать хотя бы еще позанимавшись желательно для 10-15 по каждой систем вообще соединить в одном чакры и юань и даньтяне. Потому что все вроде как получаются разные энергоструктуры. Но если пробовать, потому что так получилось, что чакрами я тоже занимался тоже примерно лет 7. И значит если пробовать, то все-таки про чакры точно все слышали больше обычно. Чакры, чакры, чакры. В обиходе уже там юмор всякий про это. Почистить чакры. Так вот чакры в большей степени у нас связаны с позвоночником, с энергией, которая проходит в позвоночнике. Там кундалини, вот эта вся история. Позвоночный столб. Саша кундалини привет. Значит, да, спящая змея. Три с половиной оборотов. Вот в Муладхаре, в основании позвоночника. И вот, значит, как бы тоже один из, можно сказать, один из методов просветления. Когда эта кундалини пробуждается, она ползет вверх по позвоночнику. Когда она доползает до верхних коронах, чакры, да, все там объединяется и наступает, значит, что-то опять неописуемое. Соответственно, значит, это у нас про чакры. Ну, разговор не про них. В китайской структуре энергетического тела человека есть юани. И они в большей степени физиологичны. То есть, это как бы имеет отношение совершенно такое конкретное к физическому телу. Вот. Это стикулы? А? Ну, да. Ну, причем во многом можно говорить именно про гормоны. И национально часто подзин имеется в виду вообще, наверное, жидкости даже еще такие основные чайка. Потому что это, ну, будет связано там с надпочечниками, с почками, с надпочечниками будет связано также. Потому что они тоже у нас гормоны. Тестостермон, адреналин, норадреналин. Ну, достаточно глубоко гормональная такая штука. Но в первую очередь про половые гормоны, конечно, да. Так вот. Здесь важнее еще следующее. Начинает как бы эта структура обрастать таким мясом. Что следующая есть штука. Это дантяня, так называемая. Да. И вот нижний дантянь, который имеет как раз прямое отношение вот к этому первому юаню, к половому, да, это живот. Два пальца ниже пупка. Да. Но на самом деле весь, ну, весь живот. В вашем счете. Дальше, если мы точнее, локализацию начинаем искать. Но в целом весь живот. И здесь тоже как бы, ну, у меня всегда это было тоже интересно. Параллели все эти проводить, да. Там с русским языком. Живот однокоренное. Жизнь. Жизненное, живое. Место, где мы перевариваем пищу. Как в йоге называют пищеварительный огонь, как раз вот этот внутренний. И это один из основных источников энергии для нас. Если мы будем этот термин энергию, жизненную силу вспоминать, да, все очень просто. Попробуйте перестать дышать и не есть еду какое-то время. Шесть. Да. И энергия заканчивается. Вот. И тут мы понимаем, что значит, что это за энергия. Почему? Ну, без еды, да, можно подольше. Есть там методы вот с дыханием посложнее. Ну, тоже, кстати, возможно. Соответственно, значит, место, где женщина вынашивает ребенка, напрямую тоже все связано у нас вот с этими всеми историями, да. То есть, переоценить очень сложно важность, значимость этого места. У японцев это хара, да, и поэтому, когда делают харакири, опять же, то есть, вот, ну, источник, такой ключевой источник жизненности в человеке. Животное начало, знаешь, говорят, это вот туда же, то есть биологическое, оно вот про живое, организм пока вот он живой. Вот это все связано с этим центром, про физиологию больше. Смотри, китайский такой образ какого-то такого, как бы китайского, даже тут вот у нас есть такие, я так понимаю, скульптурки японские. С животом, да? Ты про это? Животом, животик, а у нас и у тебя чего-то животика нет. Я в этом плане больше китайца, чем ты. Кушная больше, да. Активности можно, подвижность большая. Мы когда фехтуем, там, 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 приходится, движется у нас большая, да, сгорает все. Вот. Но в целом, да, это разные, здесь можно говорить про разные вообще… Культурные что-то. Типы телесности, да. Если мы вспомним, ну вот, это тоже интересно все это рассматривать, как это все там вообще, вот, отражение не только мышления, да, мышление на тело, ну, тело-сознание, короче, вот эта вся история, часть одной системы. Европейский стиль телесности, он больше вот… Атлетический. Такой. Атлетический. И если мы опишем как раз, сейчас больше будем говорить уже про средний дантянь и средний юань, то с точки зрения восточной, а я сейчас для слушателей, я сейчас распрямился, значит, и надул грудную клетку себе, выставил ее, так как если бы я особенно любил бы жим лежа, штанги, в основном именно его. И турнички. И турнички, да. Соответственно, значит, я весь такой красивый, становлюсь надутый и, соответственно, значит, вроде как такой модельный, но с точки зрения движения энергии можно говорить о том, что у меня в груди застой. Это статика. Это отстой. Это нехорошо. Это застой, это отстой, да. Вот, соответственно, статика, то есть оно должно все, оно должно жить все, функционировать, соответственно. И протекать, в первую очередь, особенности ци, как раз циркуляции, движения. Йоги какие-то вот сейчас начали вспоминаться с своими… Есть истории, но это когда задержки делают, отдельные практики. Так, это мы ко второму уже поднялись. Да, мы ко второму поднялись, подбираемся, да. Соответственно, то есть внутренние юани по-прежнему, идея внутренних юаней, да. Это первый юаней. То есть первый у нас про… Да, и к нему Дань-Тянь относится. Да, и про Дань-Тянь, если еще раз сказать, Дань-Тянь, тоже иногда их называют в русском варианте, так он смысловых переводов, котлы. То есть это объем, в отличие от чакры, опять же, чакра скорее там что-то излучает. Это котлы, это объем, вот весь живот, это объем. То есть в нем что-то варится, в нем какие-то процессы всегда происходят. Вот это вот указывает как раз… Энергетические процессы. Да, да, да. Во многом да. И вот это вот… То есть это сердце получается, что-то больше про чувства будет? Нет, это я про… А, да, это я про нижний говорил. А вообще да, то есть к каждому из юаней имеет отношение соответствующий вот этот котел Дань-Тянь. Соответственно, если мы говорим про средний юань, он называется юань-ци, то это да, это сердце, это область сердца, это чувства, эмоции, переживания, состояние. Все туда, собственно, в эту историю. Нижний – это витальность, энергия, да? Жизнь. Да, да, да. Физиология. Физиология. Материя. Материя. Вот так это все туда вот. Физическая сила. Это все то, что… Да, это вот как раз эти… уровень потребности, если там примерно, да? То есть это жить, в смысле наслаждаться, животные такой… Можно подтянуть. А средний – это типа эмоции, чувства, сердце, вовлеченность. Да. Да. Опять же, если уместна душа. Да. Духа нет. В большинстве случаев, да, люди, когда… ну, дышать тоже можно по-разному, мы знаем, но… Ну, хотя, да, легкие. Значит, в большинстве случаев, если люди там просто опять, то есть вот русский язык в обиходе, да, просто начинают говорить про такую штуку, как душа. Отдельно там история там, хотя мы с ней тоже в цигун работаем, значит. То есть, как бы, что, ну, есть она, нет ее, но просто, если человек про это будет говорить или про душевность, то маркировать он будет, опять-таки, указывать куда-то. Да, да фокус языка на месте нет, от грудной клетки к грудной клетке. Да, то есть, есть все эти вещи зашиты у нас, да. Вот, соответственно, котел имеет к ней отношение, да, вот, и средний дантянь. И, ну, мы в цигун говорим о том, что в целом, в целом, средний дантянь отвечает за нефизическую силу, силы духа, как мы ее называем. Вот, к вопросу, опять же, там об этих людях, то есть, там, может, нормально силы духа… Из вилочковой железа, да? Да, туда же, да, 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 она считается, что у взрослых людей она перестает работать, а у практикующих в цигу, значит, вот, вообще, оно все выживает, да. Прико железа, там, начинает все включаться. Это за иммунитет, она отвечает сильно. Соответственно, значит, средний дантянь – это окно некоторое такое, да, которое там может, в общем, и дверью стать. Фактически, в миры гораздо более высокие, и в миры значительно менее материальные, ну, духовные, если хотите, ментальные. Потому что внизу-то у нас все физиология-физиология, вот, собственно, середина, да, вот это душа, душевная, значит, опять же, психика, да, психика – это туда же, соответственно, психея с греческого, да, душа, собственно, это все туда же. Тонкие процессы, они ощутимы, измеряемы до какой-то степени, сто процентов, но не так, что прям вот возьмешь, вынь да положь, да, потрогать их можно, не получится. Поэтому, как бы… Скорее, это внешнее проявление социальности, да? С психсоматикой, а, в этом плане, да. Как измерения. Да, с руками связано. Внешнее проявление, ну, тоже внешнее… Контроль руки. Да, с руками связано сильно руки социальные, только объект, не объект, предмет, часть тела. Да, и, соответственно, с психсоматикой, да, тоже это все. Ну, то есть, связь как раз среднего центра, нижнего центра, вот, взаимодействие их. Это вот все туда, средний, но мы говорим о том, что не физическая сила, это тоже достаточно важно, потому что бывают люди, которые физически не сильные, но вот у них, в них есть что-то такое. Вот это что-то такое, мы говорим, что вот у него сила духа или сила ума большая. Примеры, которые приводят, например, там, способность принимать ответственность на себя, да, там, там, еще что-то. То есть, какие-то силы нужны для этого? Нужна, но она не физическая. Вот, средний дань тянь, значит, и, соответственно, верхний юань у нас, да, юань шень, шень по-китайски – дух. В китайских практиках все вот это вот, все обобщают с шень, духом. То есть, на самом деле мы могли бы говорить «сознание», «ум», там, и так далее. Дух, короче говоря. Это третий котелок, который варит. Соответственно, да, котелок, который имеет к нему отношение, да, верхний дань тянь – это голова. Значит, соответственно, ну что, мышление, интеллект, да, и все с этим связано, с мозгом. Тогда же, пожалуйста, там, и третий глаз, значит, и все эти вопросы, это железы соответствующие, на самом деле. Третий глаз дергается уже. Дергается. Вот. Это, это, это же эти самые, да, гипофиз, эпифиз, там, и так далее. Вот эти все истории, то есть, в принципе, они тоже по-своему достаточно объясняемые. То есть, у них тоже есть, ну, некоторое обоснование физиологическое, не абстрактное. Вот. Соответственно, это у нас вот верхний юань и верхний дань тянь. Это вот три внутренних юаня. И на самом деле мы каждым из них занимаемся отдельно, отдельными такими прям, отдельными, отдельными практиками. На каждой из них есть какой-то 33-33-33 процента или, ну, типа, нагружать или направлять внимание на них. Или понедельник, среда, пятница, значит, по каждой. Надо начинать с низов, ты имеешь в виду, как прорабатывать, начинать с низов. Да, 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 да. Классическая, да, метафора либо дома, но это психотерапевтическая, так нарисуйте дома, там, что там, да. Если труба и дым, значит, проблемы. Да. Значит, а дерево, мы там потом возвращаемся к этой теме. Я так понял, что идея столбов тебе тоже знакома, но мы только там используем образ дерева. Так вот, ну, классика, да, что в целом всем интересно куда-то наверх забраться, но для этого корни должны быть очень сильные и мощные. Соответственно, значит, вот идея такая. А у дерева, на секундочку, значит, почему-то мало кто, мне кажется, задумывается, и они сразу тоже... Крони больше, чем у крона. Вот, да, они не меньше, они, может, больше. А потому что, ну, пойди выкопай высокое, большое дерево, как бы, то есть, никому это не нужно. Сразу в суд позовут. Понятно. Пересаживать маленькими деревьями, поэтому, то есть, такая, может быть, до конца малоизученная вещь, куда там они эти корни уходят. Если будешь незаконно лес валить, то будешь и законно лес валить. Вглубь, да, вглубь тьмы. Соответственно, между прочим, я параллели люблю со всякими историями, если, значит, посмотреть там всякие мировое древо, шманизм, там очень любят концепцию трех миров. Нижний мир, средний мир, мир людей, верхний мир, мир богов. Ну, и это так вот, как бы, если немножечко понакладывать эти картинки, накладывать, можно тоже, там не всегда Саваноглобус, если постараться, то налезает обычно. Да, точно, да, у нас все, все по три, да. Но, в принципе, да, в этом есть здравый смысл, потому что, в целом, вообще, есть такая идея, что, значит, там 10 тысяч вещей, да, ну, их не буквально 10 тысяч, а вся тьма вещей, хаос, короче, когда начинаем структурировать, то мы говорим, что из этого структурированного хаоса выделяют пятерку, потом из пятерки выделяют как раз тройку, вот на этапе тройки мы сейчас у нас беседа, а потом тройку сводят до двойки, это как раз иньян, мы его сегодня упоминали, двойку сводят к единице, это вот удержание единицы, так называемая, значит, практика центрального канала, и потом все это сводится, собственно, к дау или к пустоте. То есть, это некоторое, как раз, вот движение вспять в сторону целостности, в сторону воссоединения различных-различных частей. Может, там не будет слышно. Так вот, значит, это три внутренних вилания, про внешние постараюсь быстрее, короче, потому что про каждый из них можно, я говорю, по этому, у нас как обучение. Будет много лайков, продолжим. Это просто отдельные семинары по каждому, да, пока там, значит, разобраться с каждым, упражнения, то есть, мы их нарабатываем. Начинаем с низов, отвечая на твой вопрос, да. Начинаем с низов, потом, начиная, по ступенькам разбили, условно, значит, есть концепция ступеней. Ну, вот как, значит, в практике, да, это тоже, значит, ступени, соответственно, какое-то количество здесь тоже. Потому что на самом деле никаких этих ступеней нет, есть все и сразу. На практике 5 ступеней, ну, по 3 дня. Для удобства обучения, вот, видишь, можно к этому, к всему тоже цифры, нумерологию подтянуть какую-нибудь хитрую. Соответственно, начиная со второй ступени, вот у нас, то есть, начиная с практики среднего дантяни, мы начинаем строить, так называемый, центральный канал. Структура, которая соединяет джунмай, которая соединяет нижний и средний дантяни. Это какие-то медитативные практики с визуализацией. Все медитативные практики, можно говорить, что цигун, да, это все. Да, и, собственно, вот тут как раз часто люди начинают спрашивать, где же дыхательная гимнастика, а мы там в основном или сидим, или стоим и занимаемся обильно внутренними визуализациями. Ответ очень простой, потому что уровень образов, на котором мы работаем, он гораздо выше, чем вообще все остальное, чем дыхание, чем работа с телом, чем бить копытом доски, да и даже местами там, ну, увеличить людей. Принепрягаешь тебе, да? Не, не, я сам очень люблю, при этом через это пришел и всю жизнь этим занимаюсь. Да, но я оружие предпочитаю. Ну, имеется в виду, что вот эти практики, они… Кому-то не нужно, нужно лучше. Давай там, типа, больше к выделению гормонов на осознанном уровне, как? Нет, нет. Это… Или это не критерий? Это… Да, так, этим тоже научаются управлять, поэтому практика нижнего донтьяня сильно человек оздоравливает, продлевает его, значит, как это активное долголетие, да, продлевает его вот эти все вот истории. Ну, что у нас все связано, у нас, значит, там есть… Здоровье связано с половой функцией, вот так сильно. Некоторые подтягивают вообще идею половой энергии, ну, сексуальной энергии, да, никого другого нет. Я согласен, что снизу надо, да, все это строить, потому что если в голову все вкачать, то… Да. Мой личный опыт, наверное, взаимодействия с различными сектами, в большинстве случаев признак секты, это когда начинают с головы. Человека выдергивают из того окружения, которое у него есть на уровне… Корней. Окружения, поведения, да, семьи, там, ну, низы, короче, всякие, и даже на уровне, может быть, среднего, его выдергивают на уровне мышления, да, и помещают в какие-то другие контексты, и могут поднять сразу достаточно высоко, и куда-то там уточить, и там вообще будет здорово, интересно. Но вот это как раз признак того, что человек не постепенно растет, да. У него начнут конфликты быть с окружением, с семьей, то есть… Правильная практика всегда, в том числе, духовная, на самом деле, если мы не монахи, если мы не путь отречения практикуем, а на самом деле, кстати, более сложный путь – это интеграция, то есть все в миру… То есть, конечно, все равно домой к родственникам возвращаться и продолжать ходить. Да, 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 да. То есть интегрировать, это все соединять, аккуратненько соединять. Это местами сложнее, но считается, что правильнее, наверное. Смотри, мне Ширай, Андрей, на прошлом подкасте, про Тайзи Сюань в смысле, то есть как-то разговор фоном зашел про то, что вот он стоит в столбе и чувствует энергия, ходит сверху вниз, сверху вниз, он зацикливает ее по-малому, по-большому кругу, и все хорошо. Тут есть какого-то подобного плана практики? Совершенно, однозначно, да. То есть, ты прям чувствуешь это все? Да, потому что вообще практика столбового настаивания, она есть практически во всех системах. И, собственно, ты уже как раз на ключевые вещи указал, что вот сверху и снизу она приходит, а приходит она откуда? Если где-нибудь они? Нет. Среднего, нижнего. Все дело, что нет, когда ты стоишь, нет. А в смысле, это из внешних каких-то? Из внешних источников. Да, из земли. Из земли, да. То есть, система не закрытая, не замкнутая самонаселение. И, значит, тоже попахивал бы сектантством совсем. Ну, то есть, все, конечно, до какой-то степени. Так вот, есть три внешних юаня. Может, про внутренние мы поговорили? Внешние юаня, они очень просты. Да, они их найдут в любой, прямо, книжке или источниках китайских, по метафизике. Что за про землю? Человек-небо-земля. Ну, небо-человек-земля. Небо-человек-земля. Вот, небо считается источником янской энергии. Более светлой, более солнечной, более горячей. Что и так, буквально, опять же, без отрыва от реальности, конкретной субмодальности, так и проявляется. У нас солнце одно из наиболее значимых и знаковых для нас объектов в нашей конкретной реальности. От этого не нужно куда деваться, пытаться. Которая дает нам янскую энергию. И она нужна, она всему живому нужна на нашей планете. Но все мы при этом на одной планете. И это источник инской энергии. А китайцы знали, что Земля круглая? Есть, возможно, даже раньше, чем все остальные. Но у них есть какие-то, не знаю, космические корабли, там, шучу, глобусы. Я видел, как, там много интересного, я видел, как есть ролики легко найти, как люди практикуют, китайцы практикуют на орбите цигун в невесомости. Тоже интересно, в столбе стоять. Потому что до какой-то степени это все как раз вот к вопросу о цигун высших достижениях. Это все в глобальном смысле, это все в уме. И получается, что до какой-то степени ты там себе можешь навизуализировать и опорную Землю, и верх. Короче, вопрос вверх-вниз. Там немножко по-другому космос становится. Но опять же, если сходить из реальной реальности, у нас, мы на Земле находимся. Сила тяжести на нас влияет здесь. Это тоже, кстати, есть простая версия в боевых искусствах, в некоторых как раз китайских. То есть, попытки все донести опять до, условно, до нас, до западных людей. Значит, о том, что вот инская, янская энергия, вот эти потоки нисходящие, исходящие, это все просто. Это силы тяжести, силы тяготения и силы реакции опоры. Да, если была бы только одна, мы по землю бы проваливались. Если бы была только другая, мы бы взлетали бы туда и улетали бы. Они в балансе. И поэтому мы ходим по земле и даже можем подпрыгивать иногда, но падаем на землю потом снова. Так вот, три внешних юаней. Соответственно, земля, источник инской ци. Опять же, если искать все параллели, чтобы совсем не уходить в китайскую эзотерику, мать сыра земля. Значит, материнский аспект, питающий аспект, поддерживающий аспект. Все это в былиных наших, во всяких. Семечко туда сажают, поливают, усадят условия. Оно дает жизнь, оно питается. Соответственно, оно там произрастает дерево. Питает его корни, питает инской энергией. Соответственно, темное начало такое, но тоже нужное. И, соответственно, если мы говорим про нашу планету, то в разных областях нашей планеты могут преобладать больше янские энергии или инские. И везде есть жизнь. И отдельный вопрос, которым мы также в Цигун задаемся, что такое жизнь? Прям такой хороший, философский. Его прям можно подвешивать, на самом деле, открытым. Да, она состоит. Жизнь, мы знаем, это объединение. Начало, опять же, мужского и женского, да, инского и янского. Но то, насколько она разнообразная, и опять же, то, что мы знаем, как она в конкретном случае может появиться. Дает ли нам это ответ на вопрос, собственно, что такое жизнь, да, и прочее, прочее. Но вот мы можем наблюдать, что и под землей есть жизнь, в пещерах там где-нибудь. Да просто. И в пустыне. И в одном случае есть, ну, мало света, нет янской энергии, минимально, да. И она там есть все равно. Ее сильно меньше там, понятно, да, значит, чем в других местах. Но она там какая-то есть. И в пустыне тоже есть жизнь, когда очень много янской энергии. Вот этот поток сверху, значит, там шпарит, да. И все от него там спасаются, там ищут тень, закапываются там куда-то. Но она там тоже есть. Люблю, там эти колючки едят и прочее. Но вот идея баланса, идея середины, идея гармонии. Если мы посмотрим вот те места, где, да, там Амазония, где все это максимально сбалансировано. Там много жизни посередине. Самое большое разнообразие флор и фауны. То есть нужно всем живым существам, нужна и та, и та энергия. И когда они сбалансированы, их много. И поэтому к вопросу вот о столбах, о дереве, мы берем энергию там из поток сверху, поток снизу. То есть это как из изначальных источников. Из космоса, от солнца. А собираем через внутренние? И так, и так. Они и снаружи, если мы на них настраиваемся, они и снаружи, мы начинаем как бы эту энергию набирать. И естественно, когда тело начинает расслабляться, готовится, начинает пропускать через себя эти энергии. То оно от макушки до стопа проходит, от стопа до макушки. То есть из земли в небо, и с неба в землю. Зацикленность. По желанию зацикливаемся. А это уже потом следующие шаги. Там создаются определенные циркуляции, все круги малонебесные и так далее. Это четвертый, ты сказал, но если мы берем, допустим, медицинский... Что четвертый? А, ну он просто в стороне. Он просто в стороне. Но если там медицинский берем, то он просто тоже так же улавливает? Все тоже будет. Да, все тоже будет. Потому что структура энергетическая все равно одна и та же у человека. Но цели, применения разные. И вот как раз, если все это подводить к целям, еще зачем мы все это делаем? Опять же все-таки. Потому что все хорошо, красиво, но нафига, да? Да, во-первых, третий юань внешний сам человек. Здесь еще фрактальность. Да, здесь фрактальность некоторая уже образуется. Потому что у него есть внутренние юани. Да, у того, который мы визуализировали. Да, и он вот сам соединяет с собой небо и землю. Ну то есть он же в некоторых внешних. Да, да, да. То есть он красиво так все собирается, схлопывается. Ну вот мы соединяем с собой небо и землю. То есть мы как бы вот... Чтобы понять рекурсию, надо понять рекурсию. Да, да. Прожить причем. Даже в большей степени. Понять. Понять мало. Понятная рекурсия. Прожить. Вот, соответственно, внутри строится этот центральный канал. Я упоминал, что он строится на второй ступени. Соединяет нижний центр с средним центром. На третьей ступени мы соединяем его с верхним центром. То есть с духом. То есть фактически задача на уровне тела объединить материю, энергию и информацию. Что дух у нас про информацию, про образы, про мышление. Соответственно, то есть объединяется вот нематериальное начало материальным. Через что? Через энергию. Через состояние. Цигун – это искусство состояния. Ты просил и разные определения надо давать. Да? Вот как раз в начале. Спирали же нужно делать. Правильно? Вот. И... Значит, собственно... Спираль закрывается. Да, да, да. И медленно закрывается. Главное – успеть. И, собственно, это одно из определений, которое давал некоторых из инструкторов, в которых я учился. Цигун – это искусство состояния. Когда мы это внутри достроили, на последней ступени, мы стараемся открывать этот центральный канал. Нужно соединить не только внутренние источники, но и объединиться полностью с внешними. То есть открывается макушка, так называемая Байхуэ, небесные врата, открывается нижняя точка – это промежность врата жизни. Она как открывается? С капелькой этой? Это у буддистов так. Но это я тоже проходил. Да, солому вставляют в дырку, которая появляется в черепе. Я тоже этим занимался. Но суть там похожая. Центральный канал тот же самый. У хорошо практикующих кости черепа могут прямо трещать. И снизу нет. Снизу меньше этому уделяют внимание. Причина очень простая. В большинстве случаев, несмотря на то, что с нижними мирами тоже нужно работать иногда, функционал у них есть. Но в большинстве случаев мы говорим о том, что движение наверх людям больше интересно и мотивирует и все такое прочее. Я бы даже сказал так. Если ничего не делать, то низы сами собой начнут проявляться. Вниз падать всегда легче. А вот подняться наверх и еще куда-нибудь попутешествовать всегда сложнее. И, собственно, вот это на самом деле целостная конструкция. То есть, если мы объединились, но в цигун, в нашей практике мы говорим, что с этого момента может только начаться по-настоящему духовная практика. Все, что перед этим, это подготовка. Да, в некоторой степени, да. Потому что душа может начинать покидать физическое тело по центральному каналу. Когда этот опыт случается, мы называем это состояние паузы. Он, получается, не очень как-то так сенсорно описываем, но в памяти он остается. Шамадхи это? Ну, можно, да. Параллели с этим можно проводить, да. Потому что, опять же, ты же видишь термин из другой системы. Мы называем состояние паузы, остановка происходит. Остановка дыхания, легочного, остановка сердцебиения. Похожа на клиническую смерть. Но это не она. Если ряд условий соблюден при этом, и мы не стремимся совсем, чтобы покинуть физическое тело, у нас здесь есть определенные задачи, обязательства. Значит, как бы живем эту жизнь, да. О теле нужно заботиться. Но с точки зрения развития, я бы сказал, что это самое интересное начинает происходить. И душа может покидать физическое тело. Однажды она и так у всех покинет. Только уже не вернется, да. Некоторая эта связь как бы когда рвется окончательно. И то, куда она отправится после, считается, что можно наработать при жизни. Вот такого рода практиками. Попутешествовав, поисследовав, наладив в себе определенные как бы связи, контакты, куда ты собираешься после отправляться. Ну и самое главное, наверное, такой опыт меняет в целом отношение к жизни человека. И к смерти. И к смерти, да. Потому что все относительно немножко становится, кто именно умирает. Если мы действительно можем память, опыт забирать с собой. То есть вот эта как бы энергоинформационная некоторая структура. То есть душа. И самое главное, не когда-то в книжках про это написано или еще что-то мы где-то прочли. А именно вопрос личного опыта. Цигун это практика. Это вопрос именно личный опыт получить. Потому что, ну, тогда он меняет. Тогда он меняет человека отношения в жизни, отношения к материальному. Вот эти все вещи. Прикольно. Вот. С этого момента начинается только духовная практика. Но на самом деле человек становится гораздо более свободен. Немножко сам себе. Может быть, такой сам по себе, да. И он уже дальше сам обычно знает, куда ему нужно, как ему нужно. Значит, с чем ему взаимодействовать. Никто его конкретно никуда дальше не ведет. Ему предполагается некоторая идея свободы. Свободы. Да. Ментан говорит, что по разной цели надо произносить. Вот опять к вопросу о целях для нашей практики. Ментан – это учитель наш. Соответственно, быть хозяином самому себе. Быть мастером самому себе. На разных уровнях. На разных этих уровнях много. Может, и плавно завершаем. Мы точно продолжим этот разговор. Может быть, и в следующей жизни даже. Скорее всего, в этой. Дим, скажи, вот буквально, может быть, там уже под конец, твое понимание цигун. Цигун – это и вот твое, именно личное понимание, переживание, там может быть одной-двумя фразами. Искусство жить, наверное. Наверное, да. Потому что глубокая такая очень штука. Применима ко всем областям, ко всем контекстам. Я бы даже сказал, что контекст из этого вытекает. Потому что пока мы живем, мы что-то делаем. И вот то, как это делать. Что значит правильно, неправильно. Обязательно в какой-то момент встают вопросы добра и зла. Как поступать, как не поступать. Выборы какие делать, какие не делать. Вот это все как бы из чего жизнь человека состоит. И вот метод, которым мы можем, технология, которым мы можем внутри себя, не опираясь на внешнести. Не кто-то придет нам и скажет, что вот так правильно, хорошо выяснится, что нет. Почему не нужно ему верить. То есть не вопрос веры. Да. Именно через практику. Практика, которая может дать ответы на вот эти вопросы. Некоторые знания может дать. Супер. Через опыт. Спасибо. Вот. Спасибо тебе. Да. Если было полезно. Очень полезно. Мы точно продолжим. Надо детали добавлять. Да. И соединиться НЛП. Все-таки у нас ранее НЛП. Да. Но здесь вопрос вопрос вопросов. Значит как бы. Потому что, буквально минутку там про это скажу. Да. Я сталкивался с идеями, когда некоторые пытались, например, моделировать буддизм через НЛП. И мне кажется, что получается плохо. И плохо не нужно. И есть некоторые системы. Даже если не пытаться сравнивать их по объемности, по глубине там и по времени, сколько они существуют. Просто не очень понимаю для чего. То есть, как бы вводить такие. Типа, чтобы упростить научение. Ну, так там и там все тоже достаточно просто. Ты идешь и учишься просто этому. И поэтому в применении к ЦИБУ тоже. Если мы будем пытаться описывать это именно, чтобы перевести это все на НЛПовский язык, так я вроде и так проще русским языком все это описывать. А те опыты, которые запредельные, к ним вообще у НЛПов могли бы возникнуть вопросы. Потому что они вроде как не очень критериальные. И сенсорик тоже как бы так немножко уползает. Нет, скорее я не про то, чтобы цель смоделировать, например, там или не смоделировать, или перевести на русский, или в переводе Гоблина там или еще что-то в этом роде. Тут скорее для меня это, ну для меня НЛП это мой гун, скажем так. И это действительно такой язык вид, ну как видеть мир. Я прекрасно понимаю, что, ну и мне сама может быть там не до конца нравится эта идея моделирования чего-то глобального. Ну там, а давай смоделируем там и назовем там какой-то огромный пласт там знаний. Ну вот жизнь, давай смоделируем жизнь. Давай, поехали. Да. Кто последний? А у меня скорее это вот, мне интересен само вот это вот понимание, насколько все переплетено между собой, как мы, например, там можем сама, а даже так не сама, а друг друга обогащать вот этими видениями. Системность. То есть, что глядя на один и тот же, например, там объект, стол, не знаю, там состояние, систему. Помнишь пять, сколько там слепых слонов, да? Шесть. Шесть слепых слонов, да. Ну у меня пять. Один где-то делся. Я шестой. Пять слепых, один делся, мертвый просто. Седьмой делся. Моделировал это все. И посмотрели на этого мудреца, и все сказали, что он плоский, как блин. Угу. Вот чтобы примерно такое общее видение было. Вот. Поэтому здесь скорее речь не про моделирование, а про то, как при помощи НЛП посмотреть. Может быть, кто-то, услышав этот подкаст, заинтересовался тобой, системой, там, цигун. Просто нашел где-то у себя, и это уже такое приоткрытие человеку еще одного мира целого, бесконечного, самонезарожденного. Как говорится у нас. Вот. Да. Дело в том, что мое личное представление, что просто НЛП скорее инструмент. И, наверное, несмотря на то, что многие люди пытались так подтягивать, но у самого НЛП как будто бы нет цели. У меня просто тоже вот то, что ты, Гун, говорил слово, я понимал, что для меня НЛП уже давно не инструмент. Ну, то есть, все. Там была какая-то точка критическая, что все, я уже перестал это воспринимать как инструмент. Ну, то есть, можно сказать, что рука инструмент, это будет частично правда, но это что-то уже там немножко дальше. Ну, можем на эту тему там поговорить, допустим, на твоем, ну, там, подкасте, радио, там, блоги, ссылки скинешь. И, там, типа, ты так же про НЛП поспрашиваешь, я тебе все точно так же расскажу. Ну, и, по сути, это будет то же самое. Можем пофехтовать с тобой об этом просто. Например. Да. Ну, это, да, немножко отдельная такая история может быть, но вот насчет целей просто. Целей, целей. То есть, обычно, конечно, позиционируется как вот универсальный язык описания изначально. Ну, это вот, объяснение из Википедии, объяснение того, кто в этой теме. Ну, да. Это просто, да. В Википедии мы прочитаем это направление практической психологии. Но эти три слова так далеки от того, как я это понимаю. Ну, вот. Ну, что, нам спасибо. Да, спасибо тебе. Мы молодцы. Продолжение следует. Чайная хорошая, чай прекрасный. Чайная на Таганской, если что там, приходите, здесь такой уютный. Хороший место. Можно подкасты писать. Хорошее место. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok